Дзюдо 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 Это значит, что единоборство, а в лагере европейский садим. Да, мы, кстати, сейчас в Академии АйДжеф, в Международной Академии Адзюдо, прошли семинар полностью. И мы учились два года в связи с пандемией, у нас откладывались сроки. И европейцы все время, японцы, японцы очень жестко стоят в своих позициях, они все время отстаивают свои позиции. Европейцы пытаются все время скорректировать. Вот Адзюдо уже поменялось, все правила поменялись, они постоянно корректируются, все равно они чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда не корректируются. И уже Адзюдо кардинально поменялось, все броски только в стойке, и ниже пояса вообще не брать. Поэтому и Адзюдо совершенно кардинально поменялось. Все хотели бы, все пожелания всех Адзюдоистов, кто раньше боролся, не знает, кто Адзюдо и новое Адзюдо. То есть они хотят, чтобы какие-то правила изменились и все время ратуют за то, чтобы все-таки вернулись старые правила. Частично хотя бы, потому что Адзюдо, оно стало сложное. И не той красоты, которая раньше была. Потому что приемы можно было бы делать за все. Поэтому мы боролись и по Адзюдо, и по Адзюдо, потому что оно нам не мешало. Адзюдо, единоборство без оружия, и самбо, да, самооборона без оружия. Вот в чем принципиальная разница этих видов спорта? Самбо – наше изобретение, Адзюдо, как мы уже выяснили, не наше. Оно, кстати, и с оружием есть, боевое самбо. И есть боевое Адзюдо, о чем не все знают. Они с мечами, с ножами, все это есть. Это специальная техника боевого искусства, которую мы учим. И Адзюдо есть олимпийское и неолимпийское. Техника демонстрируется только ката, называется демонстрируется только техника. И вот этот боевой раздел там тоже входит в этот раздел. Это все не так просто. Адзюдо – это еще и философия. Вот какая философия дзюдоистов? Уважать старших, быть честным, быть помощником слабых, нести честь мундира, не бросать товарища бедя. Хорошая философия. Да. Можно было бы каждому приобщиться к философии дзюдоистов. А если говорить о Одинцовской федерации дзюдо, самбо, много ли сейчас детей, родители выбирают эти виды спорта? Да, очень многие выбирают дзюдо, потому что это олимпийский вид спорта, самбо. Я понимаю, что наши самбисты хотят, ну и в принципе мы тоже бы хотели, чтобы самбо был олимпийским видом спорта. Но здесь тоже опять столкновение Европы и всего мира, да. То есть каждый пытается занять какую-то свою нишу, кого-то не пустить, кого-то там, ну, попридержать. И это, наверное, будет бесконечно. Самбо не олимпийский вид спорта, но они на рассмотрение сейчас, что они, возможно, там какой-то период на рассмотрение. И нескольких видов спорта приняли, в том числе и самбо. Поэтому, конечно, мы будем рады, что наши самбисты будут на олимпийском педестале стоять. У нас очень сильная школа. Уже брейк-данс олимпийский вид спорта, а самбо нет. Но будем надеяться, что все-таки справедливость восторжествует. Много детей в федерации? У нас клубные и спортивные, и есть спортивные школы, и есть спортивные секции. Я думаю, что порядком 400 детей по округу я приблизительно делаю. Потому что, когда собираемся все вместе, где-то текучка тоже есть, но востребованные. Все-таки олимпийский вид спорта родители хотят, чтобы у каждого в семье был, наверное, по олимпийскому чемпион. Я была бы очень рада, конечно, если бы это случилось в каждой семье. Всех берете? Всех. Потому что Дзигара Канова, он придумал эту систему, потому что он был слабым, хилым, его все обижали. И он такой худенький был, и щупленький. И вот он придумал эту систему. Она подходит для всех. Это универсальный вид спорта. Сейчас внедряют детское дошкольное учреждение, адаптированное дзюдо под всех. У нас занимаются люди с ДЦП. Для них другая программа. Сейчас в Сочи проходит огромный семинар вот 26 числа. Приглашали меня тоже, но я, к сожалению, не смогу присутствовать там. И дошкольное дзюдо, детское дзюдо в детских садах с трех лет можно заниматься. Специально есть программы для детей, для дошкольников, ну и по возрасту. Поэтому у нас есть аттестация на КЮ, где мы сдаем технику. В таком возрасте они знают столько. И вот так постепенно, постепенно, пошагово. Самое главное не ускорять. Самое главное выбрать правильно тренера, которому ты доверяешь, своего ребенка. И вы вместе. Если мы идем к результату везде, я думаю, что это в каждом виде спорта. Когда начинается все с детского дзюдо. Треугольник. Тренер, родитель, спортсмен. Если кто-то выпадает, а как правило выпадает у нас только родитель или спортсмен. Тренер, как обычно, самое заинтересованное лицо. Поэтому здесь вот это должно быть вместе. Вот такая связка. Вы в дзюдо пришли, по вашим словам, поздно, в 17 лет. А когда лучше всего начинать заниматься этим видом спорта? Ну, судя по моей практике, если заниматься с малого возраста, здесь самое главное найти правильно тренера. И родителю тоже нужно объяснить, что не нужно в 10 лет или в 8 лет пакет медалей. Вот у меня дети там по пакетам, по два на телевидение снимались, приходят. У меня столько медалей нет. Но я им сказала, мне нужна одна, большая, вот такая. И там написано «Мастер спорта». Остальные все медали детские, они разного уровня. Это, конечно, стимулирует детей. Но на самом деле у нас одна цель. Войти в сборную, стать мастером спорта и выиграть Олимпийские игры. А как проходят тренировки у дзюдоистов? Это ОФП, это техника, что входит? Также по программе. Детское дзюдо, оно больше и игры такие спортивные, и с элементами борьбы. Ну, все зависит от возраста. Каждая группа по-разному. У каждой группы, у каждого возраста разные технические задачи. Надо вовлечь сначала в эту игру спорта. Заинтересовать. Да. Кто-то приходит сейчас лет 10-12, они начинают заниматься для себя. Кто-то уже устал от дзюдо на протяжении вот этого. Там больше родители устают, да, ну и вообще все. Они меняют виды спорта, потом опять возвращаются. Вот кто-то пошел на плавание дополнительно, я не против. Это наоборот. Ну, вот какие-то параллельные виды спорта. Кто-то на акробатике прыгал, пришел, да. Вот, оказывается, готовые акробаты. Еще дзюдо там несколько техник поставила. Прекрасно. Ну, я всегда, наверное, все виды спорта так или иначе сравниваю с хоккеем. Хоккей, вид спорта достаточно такой, недешевый, скажем, да. Экипировка, инвентарь, все это в копеечку родителям обойдется. Для занятий дзюдо что нужно? Настроение, здоровье и кимоно. Все. То есть ничего такого сверхъестественного не требуется. Только униформа, в которой он борется. Инна Александровна, 4 декабря в Звенигороде пройдет турнир под дзюдо. Расскажите, пожалуйста, что это за турнир? Чем он будет посвящен и кто в нем может принять участие? Турнир, посвященный юбилею, 800-летию Александра Невского. Традиционный турнир. В нем примут участие спортсмены 2004-2012 года. И мы приглашаем всех гостей. Мы заранее всех оповестим об этом. Будем рады видеть в городе Звенигороде, в спортивном комплексе «Звезда». Будет приглашен губернатор Московской области, чем мы будем несказанно рады его посещению. Будет приглашены все значимые люди из Петербурга. Если они смогут подъехать в связи с ковидными мерами, которые будут соблюдены на нашем турнире. Все. Очень строго с этим будем. То есть поболеть родители не смогут, скорее всего? Будем смотреть на ситуацию. Если будет возможность, мы будем рады родителей посадить на трибуны. Тоже с соблюдением всех ковидных условий. Если нет, значит будут только спортсмены. Строго по регламенту. Условия хорошие для проведения такого турнира в Звенигороде? Мы уже проводили там турнир недавно. Зал хороший. Гостям, всем гостям понравилось, спортсменам понравилось. У нас будут приглашенные квалифицированные судьи, возможно, даже из Петербурга. В качестве почетных гостей и судей мы этот вопрос уже обсуждаем, переведем переговоры. За что будут бороться спортсмены? Спортсмены будут стараться показать, добиться наивысшего результата. Это первое место. И получить квалификацию по победам на присвоение разрядов. Сейчас, например, спортсмены нас, дзюдоисты, посмотрят, тоже захотят принять участие. Возможно ли это и что для этого нужно сделать? Мы всем разошлем приглашение, нужно отправить заявку заранее, чтобы мы подготовили все возможные команды, встретили как надо. Будем рады всем. Приезжайте к нам, мы будем стараться. Мы проводили уже в МГИМО два турнира в прошлом году под дзюдо и самбо два дня подряд. У нас было все красиво, прекрасно, всем понравилось, все были рады. Я думаю, что они сказали, все друзья и все гости нам сказали, что мы будем рады вашим приглашениям, будем с удовольствием ездить к вам. У вас организация здорово, судейская бригада независимая. Вот. Будем рады всем. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Оставайтесь на нашем канале. До новых встреч на ОТВ. До свидания.